Доброе утро, сахалинцы! На календаре 21 февраля, вторник. В мире отмечают Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, День наблюдения за полетом бумеранга и День однозначности. Суеверные люди считают, что на сегодня нельзя назначать операцию, даже пломбирование зуба. Не рекомендуется завидовать и долго любоваться собой в зеркале. Важные дела, согласно приметам, тоже следует отложить, особенно если они связаны с деньгами. Долой суеверия! На солнечном утре время проверенных фактов и экспертного мнения. Меня зовут Юлия Бель. Поехали! Есть что обсудить. Расскажем самые интересные новости с просторов интернета. Немного пошумели. Побываем на церемонии награждения победителей областной музыкально-теоретической олимпиады. Минутка психологии. Попробуем понять, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов. Как в ресторане. Шеф-повар Сергей Нечаев поделится рецептом вкусного и полезного завтрака. 21 февраля 1878 года в Америке выпустили первую в мире телефонную книгу. Хотя книга, это, конечно, громко сказано. По сути, выглядела она как небольшая карточка с 50 номерами. Их систематизировали для быстрого поиска. Имена абонентов распределили по 7 рубрикам. Карточка была достаточно плотной, поэтому могла служить долго. А чем запомнится день сегодняшний, узнаю в подборке новостей из социальных сетей. В Хабаровском крае спасли любопытную тигрицу. Полосатая кошка залезла на пасеку, разломала будки, забралась в пустой собачий вольер и оказалась в нем заперта. Хозяин участка все это время наблюдал за происходящим. Когда тигрица немного успокоилась, он вызвал спасателей. Специалисты усыпили напуганное животное и отвезли в реабилитационный центр. За большой кошкой будут ухаживать до мая, а потом отпустят. На художественной ярмарке в Майами посетительница разбила скульптуру за 42 тысячи долларов. Это чуть больше 3 миллионов рублей. Фарфорового пса представил известный европейский художник Джефф Кунс. Фигурка являлась частью ограниченной серии из 799 предметов. Она настолько была похожа на произведение из воздушного шарика, что одна гостья не поверила и прикоснулась к прекрасному. К счастью для женщины, привлекать к ответственности ее не стали. Скульптура оказалась застрахована. Да и интерес к фарфоровым осколкам пса у коллекционеров только вырос. В сети опубликовали кадры презентации инновационного жилищного комплекса в Саудовской Аравии. Его планируют возвести в форме огромного куба. Сооружение под названием «Мукаб» станет одним из крупнейших в мире. Только в высоту оно планируется 400 метров. Расположит город-куб в Эр-Рияде. В небе над Аргентиной заметили вымеобразные розовые облака. Многих местных жителей напугало причудливое атмосферное явление. Правда, по словам ученых, в нем нет ничего особенного. Подобные облака обычно образуются у основания больших кучево-дождевых туч и предвещают грозу. Каждое скопление сгустившихся водяных паров отделено друг от друга выступами и выпуклостями. Поэтому облака и принимают такую форму. Искусство должно быть оптимистичным и предвзятым. То есть всегда отражать реальность в русле общепринятой идеологии. Такие требования предъявляли в СССР в 1932 году. И творческим людям приходилось им следовать. С тех пор мировоззрения граждан, да и сами правила, сильно изменились. Стабильным осталась лишь любовь к созиданию. На солнечном утре – время культурного разбора. В торжественной камерной обстановке в зале Сахалинского колледжа искусств награждают победителей музыкально-теоретической олимпиады. Соревнования среди культурной элиты региона проводят уже 19-й раз. В этом году участниками стали школьники и студенты из девяти муниципальных округов. Я всегда любил музыку, сольфеджио, все такое, подобные вещи. То есть, естественно, проявлял интерес, желание. Вот меня заметили, мне такие, будешь с нами участвовать? Я такой, ну что бы, нет, живем один раз, как-никак. Ну и вот так и попал сюда. У меня была подготовка по сольфеджио, по мусс-литературе, то есть, жизнь композиторов, биография, их творчество, что они сделали, с кем побывали, кого видели, их современники. То есть, мы должны знать не только самых известных композиторов и их близких, тоже по известности композиторов, но и их основное окружение. Подготовка Ивана включала также знания музыкальной гармонии и слухового анализа произведений. Молодой человек обучается в выпускном классе детской музыкальной школы «Анивы». На Олимпиаде он соревновался наравне с 33 конкурсантами. Это в два раза больше, чем два года назад на предыдущем конкурсе. Ну и конкурс Олимпиада, собственно, это практически одно и то же. Мы очень рады, что количество наших участников увеличилось, потому что это, собственно, говорит, наверное, о том, что предметы музыкально-теоретического цикла сегодня вызывают большой интерес. Это достаточно сложные предметы. Вы знаете, на последней всероссийской конференции их даже назвали краснокнижными. То есть, теоретики у нас – это краснокнижные специальности. Музыкально-теоретическую Олимпиаду в Южно-Сахалинске проводят один раз в два года. Для судейской коллегии это отличный способ проверить уровень знаний молодого поколения, а заодно и привлечь ребят к дальнейшему обучению. Олимпиада была призвана показать различные умения, навыки учеников. Это и сольфеджио, и теория, и музыкальная литература. Поэтому поделили ровно поровну. Сольфеджио-теория – 100 баллов. Могли получить ребята музыкальной литературы – 100 баллов. В общем, 200 баллов. И в каждой форме работы были еще более мелкие формы работы. Например, было тестирование по сольфеджио, которое включало и музыкальный диктант, и определение размеров, построение интервалов, аккордов, нахождение ошибок, рассказ музыкальными терминами. То есть, очень детально все это было оценено. Но на одной победе творческое состязание для школьников и студентов не заканчивается. Лауреаты конкурса в марте этого года полетят во Владивосток. Именно там проведут всероссийский этап музыкально-теоретической олимпиады. Неотъемлемая часть современной культуры – кинематограф. Жанровый ассортимент сегодняшних фильмов разнообразен. Особняком стоит хоррор, истории от которых буквально стынет кровь. Такие киноленты не вызывают ничего, кроме страха. Счастливого конца в них не бывает, так почему многие люди обожают ужастики? Попробуем разобраться. Стремление испытать наслаждение понять легко, но неужели можно получить удовольствие от того, что пугает? Да, если учесть, сколько коммерчески успешных хорроров вышло за последние несколько лет. Казалось бы, в обычной жизни мы, как правило, бояться не любим и стараемся избегать пугающих ситуаций. Почему же это никак не мешает нам с удовольствием смотреть ужастики? Ученые считают, что в первую очередь в этом виноваты наши первобытные инстинкты выживания. Чтобы доказать это, они провели эксперимент, построили экстремальный аттракцион с привидениями. 139 женщин и 123 мужчины выполняли когнитивные тесты, заполняли анкету о своем эмоциональном состоянии до и после визита в зону зомби-апокалипсиса. Кроме того, у 100 человек снимали электроэнцефалограмму для изучения активности головного мозга. Сам аттракцион длился 35 минут. Все это время бедолаг стращали спецэффектами, пугали актерами в гриме, героев самых разных зловещих фильмов и даже вбили слабыми разрядами электрического тока. Проверив реакцию испытуемых, специалисты пришли к интересному выводу. Когда мы боимся, организм запускает первобытную программу реагирования на угрозы. Беги или сражайся. Мозг и тело наполняют адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны. Парадоксально то, что те же химические агенты поступают в кровь и во время позитивных переживаний. Например, когда мы счастливы, взволнованы или удивлены. Ученые говорят, бояться полезно. Почему? После встречи на широком экране с зомби, вампирами и оборотнями, уровень реакции на стресс и тревогу у нас снижается. А все потому, что мы испытываем два вида страха. Бытовой и животный страх. Последний вытесняет нашу повседневную, порой абстрактную тревогу. Острые ощущения нам необходимы, потому что мы – потомки авантюристов и искатели приключений, которые заселили планету. Большую часть своего исторического существования наши предки сражались с хищниками и врагами. Современная жизнь таких эмоций нам не дает. Зато ситуация безопасного риска, то есть в кино, приносит удовлетворение на физиологическом уровне. Конечно, из каждого правила есть исключения. Психологи подчеркивают, есть люди, которым терапия ужасами противопоказана. Это интроверты, жертвы преступлений, беременные женщины и особо впечатлительные люди. Наделенные богатым воображением, они с большой вероятностью будут приукрашивать жизненные ситуации и искать негатив там, где его нет и быть не может. Догнать и перегнать. Выражение возникло из статьи Владимира Ильича Ленина «Грозящая катастрофой и как с ней бороться». В своей работе вождь отметил, цитирую, Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны, но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью. Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически. О другом популярном выражении расскажет Василиса Долгушина в рубрике «Поймите правильно». Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие. Если после беседы с Вами человек доволен собой и своим остроумием, значит, он вполне доволен и Вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться. Так сказал французский философ Жан Лабрюер. А мы начинаем. Первого победа. Выражение, обозначающее ситуацию парадокса, когда победа достается слишком высокой ценой. Происхождением это устойчивое выражение обязано временам войны римлян с эпирским царем Пиром. В конце очередного тяжелого сражения эпирская армия сломила неприятеля. Однако потери войск и победителя были столь велики, что Пир заметил, если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем. Употребляйте это выражение к месту и с правильным смыслом. Ведь, как сказал неизвестный китайский автор, слова нужны, чтобы поймать мысль, когда мысль поймана, про слова забывают. Видеохостинг YouTube давно перестал быть архивом забавных роликов. На просторах сервиса есть немало интересных видео и целых каналов с довольно качественным и уникальным контентом. Среди авторов есть островитяне и те, кто путешествовал по нашему региону. О тех и других мы рассказываем в рубрике «Сахалинские блоги». Смотрим. Настало время познакомиться с еще одним начинающим блогером. Сахалинец Вячеслав зарегистрировал свой канал только в прошлом году, но уже добился определенного успеха. Его рыболовные истории набирают сотни, иногда и тысячи просмотров. Краб, он сейчас нервничает и держится за него, борется. А в тот раз я отпустил, и он бросил. Поэтому пусть он, так сказать, в напряжении держит. Он хопуга, краб. С ним надо вот так вот. Видео о жадности морских раков как нельзя актуально сегодня. В феврале у рыбаков самый сезон зимней крабалки. В коротком ролике мужчины делятся полезными советами для любителей бурить лунки. Например, не стоит тянуть краба из-подо льда слишком быстро. Он может почуять неладное и соскочить. Лайфхак такой. Когда оставляете мотовила, оставляете слабу вокруг нее, порядка полуметра. Это помогает сразу, в принципе, определить, есть краб или нет. Когда вы оставляли слабу, и потом приходите в натяжку, тут сразу, ага, по ходу краб подошел и потащил в сторону. Как правило, так оно и есть. Но если на страницу к Вячеславу вдруг заглянет домохозяйка, ей нет необходимости вникать в загадочные термины. В блоге Сахалинца есть пара простых рецептов приготовления вкусных блюд из морепродуктов. К примеру, секреты корейского химультана. Для приготовления нам нужно будет включить воду, закинуть сухую морскую капусту, варить до кипения. Далее нужно будет закинуть овощи. Это морковка, лук речетый, дуретка, дайкон. Варим все до готовности овощей. В качестве основных ингредиентов для супа Вячеслав использует палтус, тигровые креветки, кольца кальмара, ракушки, миди, осьминога, мясо краба, гребешок. В общем, чем больше морепродуктов, тем вкуснее и сытнее. И, конечно, какое корейское блюдо без традиционной острой пасты ян-ним? У кого уже потекли слюнки, самое время отвлечься на живописные ролики Вячеслава. Время от времени мужчина публикует на своем канале кадры дикой природы, водопадов, морей и сивучей, заснятых с дрона. На канале Вячеслава пока опубликовано чуть больше 20 роликов. Подписчики активно поддерживают Сахалинца электронными сердечками и не забывают оставлять комментарии. Молодец! Просто и без понтов красава подписался. На лесном крабалили, а мне не фортануло. Неделю назад впервые ездил. Пустой. Буду еще раз пробовать. Норма, результат. Красава! Вокруг грибов довольно много мифов. Кто-то говорит, что это очень полезный продукт с богатым содержанием белка, другие считают дары леса вредной тяжелой пищей. Между тем, по данным ученых, регулярное употребление экологически чистых грибов помогает организму избавиться от токсинов, нормализует давление и положительно влияет на работу мышц и памяти. Но только если у человека нет проблем с желудком. Рецептов с этим продуктом очень много. С одним из них нас познакомит шеф-повар Сергей Нечаев. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Нечаев. Я являюсь шеф-поваром кулинарной студии Трюфель. Ну что, приготовим с вами сегодня крем-суп из шампиньонов. Готовится он очень легко и просто в домашних условиях, так тем более. Если вы хотите кого-то порадовать, если хотите что-то необычное, либо вам нравится крем-суп сливочный, сливочно-грибной, то вот вам рецепт. Для начала нам нужно будет приготовить сухарики. Потому что, ну, как можно есть крем-суп без вкусных сухарей? Я взял кусочек тостового хлеба. Нам нужно отрезать все наши корочки. Сухарики я буду делать на сковородке. Вы можете сделать их проще. Просто посолить, поперчить, добавить какие-то специи, масло и запечь в духовке. Но я сделаю просто на сковородке. Так, режем наши сухарики. Не сильно крупно. Примерно сантиметра на сантиметр. И добавляем на нашу разогретую сковородочку. Начинаем подсушивать. Хорошенько перемешиваем. Добавляем немного соли. Немного перца. Паприку для цвета, чтобы у нас появился такой желтоватый оттенок. Можно использовать красную паприку. Куркуму. Ну, как в моем случае, куркуму. Так, немного чеснока. Прям зубчик можно нарезать. Для вкуса и аромата. И немного масла растительного. Подсушиваю на сильном огне и часто перемешиваю, для того, чтобы у нас ничего не подгорело. Такой быстрый вариант приготовления вкусных сухариков для его супа. Ну, вот видите, уже появляется красивая золотистая корочка. Еще буквально пару минут. Все. Хлеб я рекомендую использовать для таких сухарей, чтобы они были и хрустящие, и мягенькие, и тостовые. Ну, лучше всего подойдет. Так, отлично. Сухарики мы подсушили. Отставляем их пока в сторону, не снимая со сковородки. Немного доходят. Приступим к нашему супу. Для этого нам понадобится лук. Нарезаем лучок. Я нарежу лучок. Первым буду его обжаривать до золотистой корочки. Добавляем лучок. Пока наш лук жарится, я нарежу грибы-шампиньоны. Резать можно для супа в произвольной форме. И добавляем к нашему луку. На порцию шампиньонов я взял примерно 200-180 грамм. Добавим немного масла. И обжариваем до готовности. Добавим немного чесночка для вкуса. Кто-то, например, добавляет в крем-супы картофель. Но мне не нравится, как после выглядит сама текстура и вкус. Так, отлично. Грибы у нас обжарились. Можно добавлять 33-процентные сливки. Добавляем сливочки. Я немного разбавлю молоком. Чтоб суп прям сильно густым не был. И добавлю специи, приправы по вкусу. То есть это соль, перец. Пропариваем все это. Буквально пару минуточек. И единственная вещь, что у нас из оборудования понадобится, это блендер. Чтобы перебить всю нашу массу. Блендер я использую обычный, домашний. Единственное, погружной. Нам нужно будет слегка пробить нашу массу. Если у вас нет такого блендера, если, например, есть какой-то коктейльный для смузи, почему бы и нет? Наша задача полностью пробить все наши грибочки. Так, массу мы пробили. Вот что у нас получилось. Слегка густоватый, поэтому я немного добавлю сливок. И еще немного молочка. Самое главное, когда вы пробили, не ставьте на плиту. Потому что он у вас будет очень сильно булькать. Если вы не хотите заляпать свою кухню. И все. И начинаем помешивать на разогретой плите. Не на сильном огне, на среднем примерно. Я сейчас использую средний огонь, пятерочка. Доводим до кипения. И, в принципе, все. Наш суп готов. Единственное, нужно попробовать. На соль и перец. Все. Суп у нас начинает кипеть. Снимаем его с плиты. Подготавливаем нашу тарелочку. Ставим поближе наши сухарики, которые мы сделали. Выливаем в центр тарелки. Я буду использовать, ну, как украшение и для придания какого-то аромата, вкуса, трюфельное масло. В супе из, ну, прям супе из шампиньонов оно очень приятно будет на вкус. Буквально много не надо, чтобы не перебить запахом. Немного, пару капель сверху, этого будет более чем достаточно. Ну и все, и сверху выкладываем наши быстрые сухарики. Прямо вокруг как-нибудь. Сделаем вот такое колечко. А остальные сухарики можно выложить просто в какую-нибудь соусничку, либо в блюдце рядом. Ну все, наш суп из шампиньонов готов. Приятного аппетита, друзья! Ну и напоследок предлагаю хорошенько размяться. Чтобы зарядка приносила пользу, нужно выполнять упражнения правильно. Особенно, если хочется привести в тонус определенные части тела. Иначе все старания будут впустую. Так что передаю слово фитнес-тренеру Екатерине Баландиной. Доброе утро! Давайте сегодня подарим нашему телу мобильности, гибкости и эластичности. Выполним небольшой комплекс, который улучшит мобильность тазобедренных суставов, активирует ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра. И также мы поработаем над мобильностью грудного отдела. Упражнение будет состоять всего из двух частей. Разберем первую часть. Исходное положение. Ноги вместе. Мы с вами делаем шаг в правую сторону. Стопы направляем вперед. Уводим таз назад, вытягиваясь макушкой вверх. При этом подтягиваем лобковую кость кверху, чтобы наш таз не уходил в передний наклон. И мы не перегружали наш поясничный отдел. Уходим вниз. Дальше. Начинаем работать с грудным отделом. Даем ему мобильности. Тянемся правой рукой вверх. Взгляд направлен на ладонь. Левой рукой тянемся к полу. И здесь важно, чтобы ваша левая стопа была полностью прижата к полу. То есть ваш мизинец не должен оторваться от пола. Также обратите внимание на колено правой ноги. Оно направлено на второй палец вашей стопы. То есть не уводите колено внутрь. Старайтесь посадить таз как можно глубже. Итак, мы раскрываемся. Правой рукой вверх, левой вниз. И возвращаемся в исходную позицию. Это первая часть упражнения. Вторая часть упражнения. Мы будем с вами уводить при возврате правую ногу. Выводя ее перед левой стопой. Выталкивая правой рукой чуть-чуть таз в левую сторону. И будем с вами раскрывать левые ребра. И взгляд также будем с вами направлять диагонально вверх. То есть здесь мы улучшаем, как я уже сказала, мобильность грудного отдела. В одной плоскости, на выпаде в другой плоскости. Итак, собираем все вместе. Делаем шаг в правую сторону. Внимание в стопы. Опускаем таз вниз. Раскрываем грудной отдел. Старайтесь здесь двигаться именно в грудной клетке, а не в пояснице. Ваш таз в момент выпада должен направлен быть вперед обеими подвздошными костями. То есть не поворачивайте таз в сторону правой ноги или рабочей. Итак, раскрылись. Возвращаем правую ногу к центру. Затем выводим ее за опорную стопу. В данном случае левую. Правой рукой толкаем таз. И раскрываем ребра с левой стороны. Еще раз. Вдох. И выдох. Вдох. В данном случае работает у нас все тело. И практически во всех плоскостях. Мы с вами здесь прорабатываем и ягодичные мышцы, и приводящие мышцы бедра. И работаем над мобильностью грудного отдела. В общем, можно сказать, 10 в одном успеваем сделать буквально за одно небольшое упражнение. Также повторяем все то же самое с вами на другую ногу. Стопы вперед. Делаем шаг влево. Раскрываем наш грудной отдел. И возвращаемся, выталкивая таз в правую сторону, раскрывая правый бок. Вдох. Здесь очень хорошо тянется приводящая мышца бедра. И выдох. Рукой выталкиваем таз. Вдох. Выдох. И сделаем еще два раза. Раскрываем грудной отдел. И с другой стороны даем ребрам свободу. И еще раз. Все фасции у нас с вами начинают скользить. Напитываются влагой. Мы своим мышцам помогаем скользить. Лучше, соответственно, все движение в теле у нас возобновляется, включается в работу, начинает наше тело жить. Можно выполнять это упражнение ежедневно, без предварительной разминки. Я желаю вам отличного настроения и будьте здоровы. Пока-пока. Надеюсь, нам удалось сделать ваше утро ярче и позитивнее. На этом эфир программы подходит к концу. Наши корреспонденты уже ищут новые интересные темы. О них мы расскажем завтра в 7 часов 30 минут. В студии была Юлия Бель. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин